Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 221. События дня. Исайя 8.10. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. За 20 июля 2016 года. Дальше не буду считать. Сами просматривайте. Кому нужно, тормозните и дальше прочитайте, какие ролики здесь. Продолжение следует. Ну и далее наши срочные новости Роличек такой выставили И сегодня дал небольшое еще пояснение Спрашивает, что у вас случилось с детским лагерем Вот ответ Ну далее вот малая часть В кавычки взята В ворд я попросил И мне перепечатали, что там делается Это дворки нанесировал все То есть это все дворки наложил на московскую патриархию И это еще аукнется не один раз Будут гнать и долбить их Рушить все, что у них есть Все они не понимают Соединились с Роспотребнадзором Кто-то вы пояснили мне, что означает потреб Ну надзор, понятно, жандармерия А что такое потреб То есть потребительское отношение Только лопать и ничего не давать Это я убедился Или потребность по времени Время антихриста наступило Предпоследние ступени Поясните, пожалуйста И вот здесь я оставлю кавычки Вот откуда все взято Чтобы это было видно, что отсюда Я выделю другим Другой краской Сейчас Вот так понятнее будет И дальше считайте, что тут написано Мяу Мяу Вот что делается Сговор Дворкин Вот это потребнадзор и прокуратура Возвигнут против меня уголовное дело Подбивает на лжесвидетельство По домам ходят с угрозой отнять детей То есть это уже совершенно другая область начинается Они не останавливаются ни перед чем Богохульники Это сергианство в полный рост С властями полностью Но Бог не отдает Вот молятся все И Бог сохраняет нас Вот сегодня у меня на Скайпе разговаривать нельзя Но мне звонят Звонит прокуратура И прочее Я не пойму Кому чего отвечать-то Ну а тут Максим Степаненко Он несколько раз звонил Пропущенные звонки Он мне звонил На телефон звонил Я не отвечал Тогда он вышел в писанном виде Я ему ответил Вот читайте Я отвечаю ему Дорогому брату во Христе Иисусе Максиму Наилучших пожеланий Спасения бессмертной души Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Это уже поздоровление ему День рождения у него Опять пропущенные звонки От Максима Я ему отвечаю Связи нет тут До 10 октября Максим Степаненко Добрый день Есть очень серьезный разговор У вас и братьев Могут быть серьезные проблемы Из-за нового закона Он вступил в силу Видимо он Не знаю почему буквально Нет, ну поставим Сегодня У вас телефон включен Я позвоню сейчас Вот Да, я отвечаю ему Да Да, да То есть телефон у меня включен Он сразу мне позвонил Очень долго разговаривал И далее он дает этот закон Я не знаю этот закон Ага Вот он выделяется как Видите как То есть Максим Степаненко Дальше Миссионерская деятельность Ну считайте Я не буду Тут штрафы на миллиона рублей Это он мне скидывал Вчера Тут написано 20-го седьмого В какое время Тут никакой подделки нет С точностью до одной секунды Опять на Максима навалится Боязно говорить-то То есть эти Которые вокруг Лютуют То есть бешеные Одержимые демонами зла Они на все Много способны Хотя я буду Просто пролистывать Потому что много Вы тормозите себе И тогда просчитайте Время много идет Это Максим Степаненко Столько вчера Мне Забросил материалу Так Максим Степаненко Считайте Смотрите Я все буду усматривать В словах Степаненко Максима Я усматриваю Только добро И желание помочь Значит Попытки нас поссорить Прошло можно сказать Не удались Поссорить Это Сатана желает Я о нем Все время молился Нигде О нем Слово не сказал Почему Были хорошие отношения Это брат настоящий Во Христе Прочитали Я ему отвечаю Максим Степаненко Вот здесь пишет Игнатий Тихонович Подтвердите Что сообщение Приняли Прочитали Я отвечаю ему Благодарю Дорогой брат Максим Я тотчас Позвонил нашему юристу И с понедельника Он пообещал Заняться этим вопросом Чтобы подобное удостоверение Получили все наши Благовестники И помощники В распространении Евангелия Тем более Это я ему пишу Нынче Все четверо Евангелия Имеют на титульном Листе удостоверение Что это издание По благословению Патриархи Киэла Нам это не претит Не претит То есть закон И я не увидел Что в мою совесть Духе Святом Ущемило Эта бумажка До времени Можем ею воспользоваться Максим отвечает Хорошо Важно чтобы эти были Не бумаги Из РПЦЗ И тем более Давним числом Это должно быть решение Приходского совета Видишь какие советы Дает Максим Степаненко Кстати О пакте Яровой Вернули статью В пакте СУК 37 года О недонесении Преступления Так то Вот видите Какие события Развиваются Ну тут только удостоверение Ко мне в рот не залазят О чем я говорил Говорю У нас не было То что поссорить Кого то То есть претензий к нам От благовестий Никогда не было К нам относятся Все хорошо И мусульмане И какие бы ни были Мы всех зовем Ко Христу Я беседую С мусульманами У меня слова Аллах Мухаммад Коран Исключенные Из лексикона Я в доме Мулы ночую Мы беседуем Только по Евангелию Только по Евангелию И поэтому Такие отношения Ужа Мулы Пишут только Все время Называют Отец и Учитель Ну найдите еще Где в интернете Есть что Православному миссионеру Проповеднику Благовестнику Обращались так Притом Наша переписка С ней выставлена Здесь В интернет Зарядите Моя переписка Вы найдете Переписка С Самирой Тагиевой Город Баку Азербайджан Умнейшие люди Там мы в мечеть Ходили В православный храм Да я просто Сказать хотел Вот так А вот здесь Вот я покажу Как раз Максим Что сейчас Пишет Где он у меня Вот он Максим Степаненко Вот определенно Здесь Вот идут И идут Ну все Пока на этом Что вчера было Дожди Залили Непрерывно Идут дожди Мы ничего Не можем сделать Дожди 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 Детей Вывести Не могу До трассы Даже довезти Невозможно Ни одна машина Не проходит Куда я их дену Детей разобрали Лагеря Нет Мы его закрыли И дежурят И дежурят Полицейские Здесь Вчера еще Приехала машина С какими-то Представителями Целая машина Это мне говорят Я никого не вижу Я молюсь И Куда я полезу Зачем Прихожу Там где-то Работаем На прудах Как лягушонок Мокрый На прудах Если Господь благословит Теперь уже явно видно Что работа наша Обойдется За 350 тысяч рублей Где денег взять Это Только мы Бульдозер Так еще разговор Я завожу О Драглане Экскаватор Драглане Который Трос На тросе Ковш забрасывает У них 2300 рублей за час Кто знает Подешевле И где найти Такой Драглайн Почистить пруды Ну у нас таких Два пруда Где Рядом нет деревьев Для разворота ему Вот у меня задачи Какие-то То дорога То Я с утра до ночи В работе И два И два успеваю Голубей покормить Это полсотни На две голубятни Тут 4 кошки 4 Собачки Это Это на мне уже Как определенно положено Ну и ответ Вот захожу иногда Максима Всех благодарю Кто нам сочувствует А кто где ненависть Какой-то проявляет Пишет Обзывает Там Называет Разными словами Нас Да не уменит Господь В судный день Мы о них молимся Это наваждение Может пройти Самое сложное положение Как я понял Те которые Называются Православными И хулят Это Удудина Сергея Сиверская И Виктор Скуратовский Якобы Перешедший Из баптистов А как был Так касался Баптистов Православие Лютует Просто Бешеные слова Говорит Все время Меня упырь Там и прочее Видимо похулили Духа Святого У меня такое впечатление Есть Ни перед чем Не останавливается Смотрят 5200 роликов Стоит Ну можно Увидеть Ничего хорошего Не находит Наконец-то Вот о нас нападает Роснадзор Прокуратура Наконец-то Да будут они Благословенного Бога То есть хулителей Хулит Таких Он предатель Попадает На 30 лет Отлучения церкви 30 лет Пол жизни Он ничего не понимает Злоба ослепила Поэтому Исидора Пилосиота Я привожу на память Он говорит Предвзятость Не дает Здравого мышления А злоба Вообще Отнимает разум Вот этого Скуратовского Внука Может быть того Душителя Скуратова Но эти Помельче Ростом пониже Духом пожиже Я его не трогал Хорошая была Переписка Но видимо Перешли грань Когда нет жертвы За грех Но некое Страшное ожидание Огня Я его не трогаю Договорились не называть Друг друга Он непрерывно называет И поносит страшными словами Хулительными Благословляет наших Гонителей А нас проклинает И поэтому Я открыто говорю Кто знает его Утишки его Безумие его Ужасное По всей вероятности Рвется во священники Пробраться Ну и там Каким себя патриотом Не вылупляя Тебя поймут Рано или поздно Вот что у нас Здесь сегодня И есть Приезжали Вчера тут Еще большая Машина Раньше Бобик называли Всепроходная Такая И много там Людей было А с ними Разговаривают Которые полиции Приезжают Только батюшка Все молчат Полное Абсолютное Молчание Зона молчания Как есть такой ролик Зона молчания Вот Я не Гитлер Я православный христианин Но это зона молчания И это Домолитетный настрой дает И они ждали батюшка Он поехал в соседнее село За медом И машина сломалась И они 15 минут Его не дождались Не дождались Все они хотели А он всем подарки дарит Тут гости из Америки Приехали Племянники Ему подарили Ноутбук Портфель такой Он вчера Показывал Я у батюшки взял интервью И у детей Которые разобраны по домам И теперь не лагерные С понедельника Деревенские В гостях Туда они не суются Но посылают Якобы из прокуратуры Приходят люди В Барнауле У кого чьи дети здесь И уже прям Список обвинений Против меня Я не знаю Там есть или нет Что девочек насиловали Там органы брали На предпродажу Ну то есть Страшное обвинение Я не знаю Есть или нет это Но всех предупреждают Если не подпишите То есть Против Лапкина В лагере Плохо было Большие проблемы Будут через неделю То есть Детей отнимем И поместят в больницу Ну и проще Такие им говорят Гнусности Якобы Мне это звонят И говорят Что делать Я говорю Ничего не делать Еще ничего нет У одной Здесь дети Пять Пять детей Шестым из больницы Не вылазит И они ей угрождают Одна девочка В воскресной школе Ходит Они Московская патриархия Это все Сразу заявили Не примем Воскресную школу Мы тебе тут помогали Не будем больше Никогда помогать А она когда говорила Что помогают Это Димитрий Ростовского Храм Я ей говорил Держись Их Хорошие люди Тебе помогают А она к нам Старается ближе Я говорю Ты будешь К ним ближе Вот наши отношения Что я говорю о них И что они обо мне говорят Эретик ты К сектантам Это поповская травля Я не эретик И не сектант И не шарлатан Как Дворкин У меня все Искренне везде Пусть он поставит ролики Хотя одни домашние жизни Мы показываем все Меня за это обвиняют Вы говорите И на вас нападают И вы говорите Мне скрывать нечего Я делаю по совести Которая во мне Я положил все 45 лет В лагере Ни одного отравления Ни у кого здоровье Не ухудшилось Ни одного повреждения И ни один не умер Вот какой наш лагерь На этом сегодня все Богу нашему Слава веки веков